Дорогие друзья, мы продолжаем фестиваль славянских культур. Сегодня у нас состоится презентация музея Забавушки. Мы уже видим прекрасные игрушки. Я думаю, что у вас разгорелось любопытство, чтобы узнать подробнее об этом. И передаю слово представителям музея. Добрый день. Меня зовут Галенко Елена. Я руководитель музея народной игрушки Забавушка. И сегодня мы вас познакомим. Мы, говорю, потому что вдвоем с экскурсоводом Наталья Владимировна Гусева, познакомим с нашим музеем. Включите первый. Вначале я хочу буквально несколько слов сказать о нашей истории, откуда мы и кто мы, и как вообще появился этот музей. И потом уже перейдем непосредственно к музею. Вначале я хотела бы поблагодарить организаторов фестиваля за то, что нас пригласили поучаствовать в этом году. Музей народной игрушки Забавушка. Наша история началась в 1998 году. Вот представьте себе, 1998 год. Вы там были тогда в этом 1998 году. И у нас возникла идея, у нас это было буквально несколько человек. Те люди, во-первых, которые имели опыт организации различных мероприятий, именно как организации, и коллекционеры русской народной игрушки, которая сейчас стоит перед вами. И вот представьте себе, возникла идея познакомить современных детей 20 лет назад именно с русской народной игрушкой. Но познакомить таким образом, чтобы это было действительно интересно детям прежде всего. Потому что когда мы приходили в музей, мы видели высокие витрины, за витринами стоят игрушки. В общем-то даже взрослый человек, я себя помню, я их не воспринимала как игрушки. Ну какие-то фигурки, которые были когда-то, выдавали в семьях, но не более того. И поэтому у нас возникла идея провести игровую выставку русской народной игрушки. Она тогда называлась первый раз «Игровая выставка-студия русской народной игрушки». Как это часто бывает, идея была. Игрушки были, человеческий ресурс был, скажем так, но не было денег. Поэтому мы как раз тогда уже появилась система грантов, мы подали заявку и выиграли конкурс, и получили деньги на как раз первую вот эту выставку. Выставка проходила в Музее декоративно-прекладного народного искусства. Наверное, знаете, да, на делегатской находится. Значит, тогда мы определили еще, когда не было музея, наши основные цели. Это, как я уже сказала, познакомить современного ребенка с русской народной игрушкой, вызвать интерес к народной игрушке, и, естественно, это была помощь народным мастерам. Следующий, пожалуйста, слайд. И мы здесь столкнулись с чем? То есть, вернее, не столкнулись, идея была такова. Как я сказала, поскольку были игрушки все во всех музеях за витринами, мы решили сделать следующее. Вот это вот экспонаты стоят, да, а это фотографии из наших залов. То есть первое, что мы сделали, все абсолютные игрушки, это действительно подлинные народные игрушки, которые мы покупали у мастеров, у настоящих, не сувенирная продукция, они были все выставлены на открытых подиумах. Это первое. То есть вот они были доступны. Второй принцип, который мы используем до сих пор, дальше будет видно по фотографиям, все подиумы находятся на уровне детей. То есть не взрослых, да, причем высоких взрослых, а именно детей. И дальше следующий момент. Любую игрушку можно брать в руки. В процессе экскурсии, ну, правда, это под руководством экскурсовода, но тем не менее. Иначе возникает вопрос, а как познакомить-то можно, да, показать можно. Но как ребенку доказать, что это игрушка? Вот как можно доказать? Девочки, скажите. Когда вы поймете, что это игрушка? Когда сами поиграете. Совершенно верно. Поэтому экскурсии построены таким образом, что не мы убеждаем детей, посмотрите, какая она замечательная, что ей действительно можно играть. А именно в процессе экскурсии дети сами убеждаются, что это игрушка, что она интересна, что ей можно играть. И причем не менее увлекательна, чем в современной игрушке и компьютерной игры. Итак, немножко возвращаясь назад, в 1998 год, мы провели, организовали выставку. Народу было действительно очень много, потому что мы очень хорошо поработали с Московским комитетом образования, тогда он так назывался. Приходили группы детей. Почему? Потому что мы сразу для себя определили правило, что работаем только с группами. Почему? Потому что поскольку создается игровая атмосфера, когда приходит один-два человека, два ребенка, не получается вот этого эффекта. Когда группа, определенное настроение у детей, они играют, они друг другу что-то показывают, рассказывают, поэтому в идеале, когда приходит класс, класс не потому, что дети знакомы, а потому что дети примерно одного возраста. Вот это была основная наша установка. И действительно приходило очень много народу, по три, по четыре группы в день на самом деле. Нам стало понятно, что действительно эта игрушка оказывается интересна, потому что сомнения на самом деле были очень большие. Вот представьте себе, даже и сейчас, когда такое разнообразие игр, и вдруг мы знакомим с руссконародной игрушкой. И действительно интерес был огромный, я бы сказала, но это все равно не было таким большим показателем. Почему? Потому что игровая выставка, то есть экскурсии, они были бесплатные. То есть тоже не совсем понятно. Может быть бесплатно хорошо, а платно будет плохо. И получилось так, что поскольку грант был выделен нам, естественно, на месяц, то есть на определенный период, мы уже не смогли всех принять. К нам стали поступать заявки и просьбы продлить эту выставку. Бесплатно мы уже продлить ее тогда не могли, потому что не было возможности. И мы тогда приняли, я бы сказала, такое героическое решение на тот момент. Мы решили провести эту выставку на платной основе. И вы знаете, к нашему удивлению пришло людей не меньше, а чуть ли не больше уже за билеты на эту же самую выставку. И вот тогда мы поняли, что тема действительно интересна, что и проект, скажем так, он жизнеспособный. И тогда уже на том этапе мы решили создать общественную организацию, то есть некоммерческую организацию общества «Традиция», которая и стала дальше развивать эту выставку. И буквально где-то уже в 2002 году мы преобразовались в музей народной игрушки и придумали такое название «Забавушка», потому что «Забавушка», как вы думаете, это что слово означает? Да, на самом деле даже не «Забавушка», а «Забавушка». Так вот, если по-правильному, но к нам сейчас привычнее говорить «Забавушка», то есть музей народной игрушки «Забавушка». Следующий слайд, пожалуйста. Значит, на сегодняшний момент у нас есть несколько интерактивных программ. Да, еще наш основной принцип, наше основное правило, абсолютно все экскурсии, которые мы и разрабатывали, и разрабатываем, они проходят в интерактивной форме. То есть мы ушли от этой лекционной подачи материала, у нас всегда диалог с посетителем. Неважно, кто это, дети, взрослые, мы всегда как бы разговариваем. Значит, начали мы с экскурсии по глиняной игрушке, о которой я говорил в 1998 году. На сегодняшний день у нас несколько интерактивных программ, причем каждая программа заканчивается обязательно либо настоящим мастер-классом, либо как бы таким мини-мастер-классом, потому что, например, вот эти две экскурсии «Игрушечные промыслы России» и «Глинянородная игрушка», они заканчиваются росписью игрушки в зависимости от того, какая игрушка. Либо глиняную, либо деревянную расписывают. Причем еще раз обращаю внимание, что даже вот эти вот игрушки для роспоси мы покупаем четко, конкретно у мастеров. Это не в кружках делают, мы ничего не имеем против, но тем не менее, я имею в виду против кружков, против студентов, допустим, которые где-то там участвуют, против детей, которые делают эти игрушки в кружках. Просто у нас принцип какой? Поскольку мы популяризируем именно русскую народную игрушку, народную прежде всего, то все игрушки у нас должны быть именно с промыслов, и даже вот эти вот нерасписанные игрушки мы заказываем тоже у мастеров. Исключительно. Следующий слайд, пожалуйста, включите. Вот таким образом у нас проходит экскурсия. Это экскурсия по глиняной игрушке. Как я уже сказала, экскурсия проходит таким образом, что дети с игрушкой постоянно контактируют, дети играют в эти игрушки, дети в игровой форме на этой экскурсии, например, во время этой экскурсии, узнают, каким образом игрушки можно отличить друг от друга по промыслам, и в заключении, дальше еще у нас один очень интересный элемент, и в заключении каждый ребенок получает одну нерасписанную глиняную игрушечку, расписывает и потом забирает с собой. Заканчивается экскурсия дружным громким свистом. И вот один элемент, о котором я вам говорила во время этой экскурсии, мы хотим вам сегодня представить. И на этом этапе я передаю слово Наталье Владимировне Гусевой. Так, спасибо большое. Все нормально меня слышно? Да, я не умею говорить в микрофон, я умею говорить без микрофона. Значит, дорогие наши гости, а вот сейчас ваше время настало для того, чтобы поработать. Вот вас, пожалуйста, мои дорогие две барышни, вставайте, идите ко мне сюда. И вы, мои дорогие, идите ко мне сюда. Я бы с удовольствием и взрослых пригласила, но вот все-таки дети – это наш приоритет. Так, значит, давайте знакомиться. Меня зовут Наталья Владимировна. Вас как зовут? Марина, Маргарита, Варвара, Даша. Мария, Марина, Маргарита, Варвара и Даша. Значит, у нас всегда в начале любой экскурсии, когда приходит группа детей, вне зависимости от их количества, мы со всеми знакомимся сразу очень близко, всем пишем вот такие вот маленькие бейджики, да, вот немножечко упустили, надо было вам тоже. Ну, четверых я постараюсь запомнить. Значит, вот у нас Марина и Маргарита, они уже не сдержали своего любопытства и уже к этим игрушкам подходили. И как мы были рады, когда увидели, что им прямо хотелось их потрогать. А вот Варвара и Даша, первый раз. Ну, это тоже у моей Арины и Маргариты пять минут назад произошло это знакомство. Значит, что я вам хочу сказать, мои дорогие? Я вас хочу попросить, вот посмотрите, пожалуйста, вот на эти игрушки и скажите-ка мне, пожалуйста, а как по-вашему, есть ли среди вот этих игрушек, игрушки, которые, которые напоминают вам сказочных героев? Емелья на печке. Емелья на печке. Ну, просто можешь сказать, да? Есть такие или нет таких? Не слишком. Есть, да? Так. Я еще не знаю. Так. Лиса. Лиса, ага. Значит, вопрос следующий. А знаете ли вы вообще какие-нибудь сказки? Любые, абсолютно любые. Любые. Какие? Маргарита, знаешь? Емелья на печке. Емелья на печке нет такой сказки. Есть сказка? Емелья на печке. Совершенно верно. Совершенно верно. Скажите, пожалуйста, нужен нам этот микрофон? Нужен микрофон? Хорошо. Будем продолжать его мучить. Так. Еще какую-нибудь сказку назовите? Золотой петушок. Золотой петушок. Еще. Любую. Абсолютно. Колобок. Прекрасно. Еще. Вижу. Красный шаг. Прекрасно. Замечательно. Вижу, что вы эксперты в области сказок. Значит, вот в этом коробе у нас есть секретное послание из какой-то сказочной страны. Даш, ну, наверное, тебе надо будет в него забраться, в этот короб, что-то там такое нащупать и вытащить волшебный свиток. Вот свиток. Тащи. Тащи. Ага. Так. Марин, читать умеем? Вот Марина нам поможет прочитать, что в этом свитке. Так. Я попробую микрофон подержать, а ты попробуешь громко прочитать. Сказка о том, что простые вещи могут быть гораздо дороже, чем драгоценности, но иногда люди не сразу это понимают. Значит, вот это. В зашифрованном виде сказка какая-то, очень известная. Могу даже дать небольшую подсказку. Сказка народная. У нас с вами задача попробовать эту сказку угадать. Могут участвовать все, и взрослые тоже. Что это за сказка такая, в которой говорится о том, что простые вещи могут быть гораздо дороже, чем драгоценности, но только люди это не сразу понимают. Значит, вот эти игрушки могут вам подсказать. Среди этих игрушек есть герои этой сказки. Как думаете? У меня еще в кармане есть одна подсказка, но это уж на самый последний случай. Даша, как думаешь? Я думала, вот это. Это кто? Не знаю. Не знаю. Ну так сказку знаете какую-нибудь, где люди сначала думали, что какие-то драгоценности – это самое желанное в жизни, а потом поняли, что простые-то вещи гораздо интереснее, гораздо важнее. Подсказку? Взрослые. Есть какие-то варианты? Никаких. Латвую капутику. Что, что, что? Латвую капутику. Вот тепло, потому что про золото какая-то речь, да, у нас, наверное, пойдет. Ну, хорошо, тогда из кармана я достаю подсказку. Курочка-ряба, конечно, конечно. А вот давайте-ка мы, дорогие мои, теперь, зная уже, что намекаем на курочку-рябу, я вам сегодня очень сильно упрощаю задачи, у нас в музее все гораздо сложнее. Вот, пожалуйста, давайте все вместе вчетвером, вот из этих игрушек, давайте-ка мы с вами построим сказку Курочка-ряба. То есть, если нам какие-то игрушки вот из этих персонажей нужны, значит, мы их берем, как-то их, да, выставляем, а чтобы потом сказку можно было рассказать, не нужны, значит, мы их можем отставить. Прошу. Вот таким образом происходит знакомство детей с народной игрушкой. Самая главная наша задача, которую мы перед собой ставим, познакомить, вызвать интерес, она осуществляется очень просто, через непосредственный контакт ребенка с игрушкой. Так, ну что, всех нашли? А вот кто у вас тут? Дед. Баба. Кого-то не хватает в этой сказке? Лесу. Леса была разве? Нет, я просто пошла у меня ничего не хватает. А из персонажей все на месте? Мышки не хватает. Давайте мышку выберем. Может быть, здесь нет мышки? Может быть, есть кто-то похожий на мышку? Вот у Даши сразу рука потянулась. Какой-то странной игрушки? Да вот что это такое? Кто это такой? А знаете, что я вам хочу сказать? Мы же ведь с вами сказку сами строим, да? Хотя и известную. Мы же с вами в игрушки играем. Поэтому кого назначим на роль мышки, то ты будешь мышкой, а? Даш, думаешь, как? Кто у нас больше на мышку похож вот из тех, кто остался? Думаю, вот эта. Да, конечно, похоже на мышку. Давай ее берем. Будет у нас мышка. Будет у нас мышка. Ну что, теперь давайте сказку рассказывать. Марин, наверняка сказку знаешь. Жили бы дед да баба, и была у них курочка рява. Точно. Снесла им курочка и яичко. Да не простое, а золотое. Они пытались его расколоть. Раскололи? Нет. Обрадовались? Нет. Заплакали? Не смогли расколоть и заплакали. Дальше что было? Потом мышка пробежала, хвостиком махнула, яичко упало и разбилось. Они обрадовались. Ура! Мечта сбылась, яичко разбили. Нет, они заплакали. Опять плачут. Что такое? Непонятно. Там ничего не было. Вот теперь давайте думать. Во-первых, почему плакали? Хотели разбить, не разбили? Плакали. Мышка им помогла, вроде бы, да? Разбила яичко. Опять плачут какие-то странные дед с бабой. Давайте рассуждать, разбираться. Даша, расскажи нам что-нибудь, что думаешь? Думаю, они расстроились, потому что били-били, старались, а внутри ничего не было. То есть вы думаете, что когда мышка яичко развила золотое, внутри ничего не было? А как курочка их утешила? А как курочка их утешила? Какими словами? Кто помнит? Ясно, яичко не золотое, а простое. То есть получается, курочка сразу поняла, что простое яичко лучше. Чем простое яичко лучше? А может быть золотое лучше? Как думаете? Думаю, простое лучше, потому что его мозги есть. В нем витамины, а в золотом ничего нет. Просто оно золотое и все. А что еще из простого яйца может получиться? Яичница. А еще? Конечно, конечно. Самое главное, что может получиться из простого яйца, это цыпленок. А цыпленок, это новая жизнь. Это еще одна курочка, а может быть петушок. Вот, посмотрите, как вы все заулыбались, молодцы. А теперь, уважаемые взрослые, давайте мы нашим детям поаплодируем за такую замечательную демонстрацию. А вот кто вам помог-то это все рассказать? Игрушки народные помогли рассказать историю. Замечательно, давайте поаплодируем. Молодцы. А я вам хочу сказать, что народные игрушки могут помочь рассказать абсолютно любую историю. И красную шапочку, которую вспоминали, и Незнайку, и Буратино, и Пиноккио, и все, 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 все. Ну, а теперь я, наверное, возвращаю слово Елене Геннадьевне. А вам, мои дорогие девочки, спасибо огромное. Спасибо. То есть теперь примерно понятно, да, как у нас происходит знакомство с народной игрушкой. Вот именно таки, по такому принципу, именно общение с детьми, именно диалог постоянно. И, вы знаете, самое интересное, вот я сейчас буквально такую маленькую ремарку скажу, когда к нам приходят дети. Вот это было и раньше, это есть и сейчас. Вот такое наше наблюдение. То есть дети знают, неважно какой возраст, первый класс, третий класс, пятый класс, седьмой класс. Они приходят в музей народной игрушки. Они знают, что они пришли в музей народной игрушки. Вот игрушки, все вот перед этим был слайд, они сначала прямо близко-близко к ним присаживаются, садятся, трогают. То есть идет небольшое рассуждение, вернее, небольшой рассказ о том, откуда эта игрушка, кто ее делает. Постоянно звучит слово «игрушка». Потом наступает кульминационный момент. Когда закончилось вступление, экскурсовод спрашивает. Дети, скажите, пожалуйста, как вы думаете, для чего делают вот эти вот игрушки? Как вы думаете, что отвечают? А вот мы сейчас эти... Да. Для чего игрушки? Вот эти вот игрушки. Вот именно вот эти вот. Да. А сколько лет, скажите, пожалуйста. Восемь. Значит, смотрите. Вот этот вот ответ сразу, чтобы играть. Как правило, говорят дети шести-семи лет. Ну, восьми еще. Восемь, потому что она уже поиграла. Чем старше дети, чем старше, тем ответы более разнообразны, но нет слова «игра». Для красоты, для того, чтобы продавать, для музея, то есть для чего угодно, но только не для игрушки, только не для игры. То есть дети не представляют себе, что этой игрушкой можно играть. Почему? Собственно говоря, ответ понятен. Потому что в их жизни этой игрушки нет. К сожалению. И поэтому мы со своей стороны стараемся сделать все возможное, чтобы пусть она появится хотя бы на полтора часа в их жизни, чтобы дети хотя бы знали, что она не только раньше была, что она есть и сейчас. В принципе, вот это вот как бы одна из наших основных задач. И начиная с этой экскурсии, мы потихонечку разрастались, скажем так, развивались. То есть постоянно покупали какие-то новые игрушки, не только глиняные, и деревянные, и из бересты, и соломы. Следующий слайд, пожалуйста, Даша. И таким образом у нас родилась вторая экскурсия, которая сейчас называется «Игрушечные промыслы России». То есть когда мы знакомим детей уже не только с глиняной игрушкой, но и с игрушками из других материалов, вплоть до соломиной. Хоть она не является как таковой промысловой игрушкой, но тем не менее она тоже бытовала. И ей очень, очень даже интересно играли. Следующий слайд сразу. Есть у нас еще и мастер-классы по лоскутной кукле. То есть это, скажем так, есть два варианта мастер-классов. То есть в свое время опять же начали с игрушки, потом продолжили собирать уже лоскутную куклу, потому что тоже лоскутные куклы и играли, в основном дети, естественно. И также она имела очень много назначений. И, между прочим, вот мы сейчас проводили экскурсии для студентов, с ними приходили педагоги, студенты, будущие педагоги, то есть это студенты педагогических колледжей и университетов. И, вы знаете, с одной стороны нам радостно, а с другой стороны немножко печально, что педагоги для себя открывали очень много нового. Не студенты, а педагоги. Вот это, кстати, студенты, которые приходили в будущие педагоги. Значит, почему вот на этих слайдах я показала педагогов, выбрала, вернее, фотографии со студентами, да, потому что в самом начале пути нашего мы думали, что тема народная игрушка, она будет интересна только для детей. Но нам так казалось. И многие тоже так считают, что, о, ну эта игрушка, это первый, второй, ну максимум третий класс. Когда мы стали проводить экскурсии, естественно, мы более глубоко стали изучать сам материал. То есть игрушка на самом деле – это тема необъятная, просто необъятная. И мы поняли, что одну и ту же экскурсию по глиняной игрушке, по лоскутной кукле, игрушечные промыслы России можно рассказывать, преподносить абсолютно людям любого возраста. И школьникам, и младших классов, и старших, и средних классов, и родителям, и кому угодно, и студентам. Знаете, была такая история, это где-то был примерно 2000-2001 год. Я сама тогда лично вела экскурсию. И приехала группа школьников седьмой класса, дети 14 лет. Честно говоря, ну два года спустя, да мы поработали два года, я была немножко в таком легком шоке, думаю, что я им сейчас буду говорить, и вообще, что они здесь узнают для себя. И вот когда дошло время до вот этих вот сказок, дети выстроили, дети уже такие, взрослые дети, они составили целую историю, целую сценку, причем разыграли в ролях, кто есть кто там, Маша, Даша, причем из тех, которые были именно в этой группе. Учитель сама стояла с широко открытыми глазами, она тоже такого не ожидала. То есть они действительно погрузились в эту игру. И тогда я поняла одну простую вещь, что действительно, немножко повторюсь, что действительно эта игрушка интересна всем в настоящее время. Почему? Есть несколько причин. Для маленьких детей, ну в принципе, вот для ваших детей, да, эта игрушка, они все равно играют, и она, скажем так, теоретически, гипотетически могла еще появиться в их жизни. Правильно? То есть это какая-то очередная игрушка, скажем так. Это не открытие, это просто игрушка. Поэтому они, в принципе, сразу отвечают, что игрушки сделаны для игры. Когда дети становятся старше, то есть они уже выходят из этого, скажем так, игрового возраста, да, для них больше интересны компьютеры, для них больше интересны какие-то другие увлечения. И, знаете, мы наблюдаем следующее. Сначала, особенно это 4-5 класс, 6-й, да, приходят, а, игрушка, вроде как мы уже большие. Но у нас есть очень хорошие приемы для того, чтобы детей как бы погрузить опять в детство. То есть мы предлагаем им вернуться в детство, на самом деле. Знаете, да, 5-му классу, там, с 11-летним детям мы предлагаем вернуться в детство. Они с удовольствием принимают нашу игру, и потом действительно начинают играть. Здесь тоже понятен этот момент. Почему? Потому что не было у них в жизни этой игрушки. То есть вот это ощущение «недоиграли», «недополучили». И здесь они на наших экскурсиях это восполняют. Поэтому мы сейчас, ну и студенты все ровно то же самое, и взрослые ровно то же самое. Поэтому мы сейчас не ставим никаких ограничений. Единственное, что когда к нам приходят, записываются, вернее, группы детей, мы всегда обязательно спрашиваем, какого возраста дети. Только для того, чтобы понимать, в каком объеме какую информацию давать во время экскурсии. И не перегружать, и не догружать, скажем так. Значит, вот эти вот мастер-классы по лоскутной кукле, это мы проводим именно тоже как для групп, для детей, для студентов, для кого угодно. Следующий слайд, пожалуйста. Спасибо. И есть у нас еще другой формат, так называемый семейный формат, проведения мастер-классов по лоскутной кукле. Куклы мы берем уже более сложную. Куклу, если для детей или для групп, мы берем именно игровую, игровую куколку, которую могли делать дети в свое время в деревнях, и сами же ей играли, либо для них, если для маленьких делали родители, но в основном делали дети уже сами для себя, то вот для этих мастер-классов мы берем более сложную, скажем так, сложную для ребенка. Кукла тематическая, как мы говорим, то есть она привязана либо к какому-то времени года, либо к какому-то празднику. Ну, какие, например, куклы вы можете назвать? Привязаны к празднику. Новый год. Какая кукла? Ну, в зимнее время. Никто не помнит? Кукла. Калятки слово знаем такое? Кукла-каляда есть, да, например, вот делаем. Куклу-масленицу делаем, ну и так далее. Это уже приходят дети с родителями, даже может прийти просто взрослый, без сопровождения ребенка. Делается одна кукла, предполагается, что одна кукла на двоих, и хотя иногда делают и дети, и мама, например, и мама с дочкой делают отдельно по кукле. Ну, то есть это на усмотрение уже каждой семьи. И получается вот такая вот семейная программа по изготовлению лоскутной куклы. Тоже людям очень нравится, потому что это сближает, это общая тема, это общее какое-то дело и так далее. Есть у нас так называемые тематические программы, то есть поскольку у нас всегда интерактивная программа, у нас есть тема хорошая для работы, да, то есть народная игрушка, все равно это все связано с игрой. Мы проводим разные программы, на самом деле есть. Программа «День рождения в музее Забавушка». Вот это буквально день рождения состоялся буквально 1 июня. Таким образом тоже у нас элемент сказок, включаются уже, дополняются народные игры. Это родители, которые получили подарок от своей именинницы, от девочки. Да, то есть у нас там тоже все продумано, все интересно. Значит, есть день рождения, есть программа «Масленица», есть программа «Новый год». Вот, в принципе, любую программу можно сделать на основе вот этого материала, то есть на основе русской народной игрушки. И буквально в прошлом году мы, я уже говорила, мы разработали новую программу, опять же, по народной игрушке, которая называется «Научите нас игрушки». Значит, здесь есть один момент. Почему у нас вообще эта программа вдруг образовалась? Во-первых, у нас постоянно пополняется наше собрание, музей. И когда кто-то из наших сотрудников, и не только мы, или люди какие-то знакомые, уезжают в какие-то другие города, страны, мы всегда просим посмотреть, а еще лучше купить народную игрушку. Именно народную игрушку, не сувениры, то есть характерную для каждой страны. На самом деле сейчас это не так просто, потому что, к сожалению, во многих странах, особенно европейских, промыслы практически не сохранились. Сувенирная продукция, да, ее много, но это сувенирная продукция. А народная игрушка, к сожалению, она постепенно исчезает, постепенно уходит. У нас тоже, в общем-то, в России много промыслов, достаточно много промыслов, к сожалению, погибли, не было учеников, то есть уже не существующие промыслы. Тем не менее, игрушки даже у нас в музее есть этих промыслов. И задавали вопрос, зачем отличить сувенир от народной игрушки? Вот как вы думаете, как отличается сувенир от народной игрушки? Никогда не задумывались? Вот мы тоже сначала не могли четко ответить на этот вопрос, ну то есть не то, что четко, коротко, нужно было объяснять, да, вот этот, вот этот момент, на это обратите внимание. А потом для себя пришли к очень простому ответу. И сейчас я вас спрошу, да, вот скажите, пожалуйста, народные игрушки, для кого они изначально делались? Кто их делал и для кого изначально их делали? Для продажи или для своих детей? Для своих детей. То есть делал папа либо мама, да, в свободное время от своих основных работ, как правило, это было зимой, как правило, то есть делали именно для своего ребенка. Народная игрушка никогда не бывает агрессивна, если вы обратите внимание, никогда. Нет отрицательных героев, потому что народная игрушка делалась для своего ребенка, с добротой, она учила чему? Только хорошему, естественно, да. Это опять отдельная тема, но тем не менее. И поэтому, когда мы сами даже приезжаем куда-то, и нас спрашивают, а вот как народный, что такое? Вот я поэтому говорю, то, что когда-то в вашей деревне или там в ваших деревнях, в вашей стране делали именно для своих детей. И тогда, вы знаете, очень сразу быстро все понимают. То есть тогда мы получаем ответ, либо в принципе есть такая игрушка где-то, либо, к сожалению, уже нет. Это первый момент, почему у нас появилась новая программа, именно научите нас игрушки. И второй момент, поскольку мы достаточно много посвящаем тому, чтобы изучать тему по народной игрушке, стараемся брать, отбирать источники, да, то есть не каждую книжку мы читаем, естественно. К счастью, у нас есть непосредственные контакты именно с мастерами, которые работают с этой игрушкой. И мы вдруг, может быть и не вдруг, посмотрели на игрушку совершенно с другой стороны. Смотрите, когда вот эти все предыдущие экскурсы я озвучила, да, получается, что это мы знакомим с игрушкой, мы показываем, из чего она сделана, как и так далее, и что ей можно играть. то есть от нас идет посыл, именно знакомство с игрушкой. А тут, получается, мы задались своим таким вопросом, а, собственно говоря, почему желательно хотя бы немножко поиграть народной игрушкой? Что в нем так, что в ней такого интересного? Что в ней такого ценного? Очень много утверждений, да, что игрушка воспитывает, развивает, способствует тому, способствует всему, но это все очень красивые, но общие слова получаются. И мы задались вопросом, а действительно, а чему может научить игрушка? А что мы можем от нее узнать? А почему играли в народные игры? Почему играли в народные игры? Просто так? Наверное, в этом был какой-то смысл. Почему играли в игрушки? Просто так? Ну, наверное, не просто так. Почему вот таким образом расписывали игрушку? Каждый причем расписывал по-своему. Тоже, наверное, какое-то есть для этого объяснение. И сейчас, да, программа получилась, на самом деле, очень интересная. Она чуть дольше идет, чем экскурсия. Значит, заканчивается она, то есть, есть разные интерактивные тоже элементы. И на этой экскурсии дети, либо посетители, кто студенты, например, у нас были, делают коня из лыка. То есть, у нас такое правило получилось в музее, но как-то оно само так получилось, что когда к нам приходят дети, дети, они обязательно что-то от нас уносят. Или это игрушка, или это воскутная куколка, или теперь уже можно унести коня из лыка. То есть, что-то свое, которое сделали своими руками, приложили, вложили душу, свое настроение, свою энергию, и забрали с собой кусочек нашего музея, скажем так. И сейчас я хотела бы снова передать слово Наталье Владимировне, которая вам попытается, вернее, не попытается, покажет один из элементов, опять же, нашей экскурсии, чтобы было понятно, действительно, чему могут научить вот такие вот игрушки. Спасибо большое. Ну, вот я не знаю, немножечко, может быть, мелковато, но это такой небольшой обзор одного из фрагментов нашего зала. Ну, видно, да, стоят глиняные игрушки, расписанные все по-разному. Вот здесь тоже перед вами несколько глиняных игрушек, тоже все по-разному расписаны. Вот. Значит, мы здесь тоже видим. Значит, моя просьба к вам, обратите внимание на роспись, на элементы росписи. Мы всегда, поскольку музей, это то самое место, куда люди ходят что-то новое узнать, с чем-то новым познакомиться, да, может быть, даже, как в нашем случае, чему-то новому научиться, мы всегда очень, скажем так, тщательно объясняем основные понятия. Вот одно из основных понятий, которые мы, собственно говоря, ну, практически на всех экскурсиях пытаемся донести до наших посетителей, это то, что вот эти узоры, которые мы видим на всех игрушках, ну, вот на глиняных и на деревянных, это узоры росписи. То есть мастер свою игрушку расписывает, берет маленькую кисточку и аккуратненько, да, наносит узоры росписи. И вот оказывается, как говорят знатоки искусствоведы, любую народную игрушку, расписанную узорами, можно прочитать. Как это так, прочитать игрушку? Варвара даже смотрит на меня удивленно, говорит, что это вы такое тут говорите, как-то прочитать игрушку. А вот скажите мне, мои дорогие, читать умеете все? Ну, буквы знаешь? Как мы учимся читать? Как мы учимся читать? Сначала мы что узнаем? Буквы ск, потом мы пробуем их прочитать, потом мы пробуем буквы сложить в слоги, правда? А потом в слоги мы пытаемся сложить в слова. И если раньше мы открывали книжку, какие-то странные значки видели, то когда мы научились уже читать, хотя бы немножко, несколько букв узнали, мы открываем книжку и уже увидим, видим, там написано «Мама», там написано «Солнце», что-то такое знакомое, правда? Вот вы знаете что? Я вам сейчас покажу несколько, ну, можно сказать так, букв, орнаментов. Причем вы знаете, что вот в этой экскурсии научите нас игрушки, мы рассказываем не только о русских игрушках, мы стараемся показать единство и различие инородных игрушек, которые сделаны в совершенно разных странах, даже на разных, совершенно в разных, как это сказать, местах нашей планеты. Вот я вам сейчас нарисую один элемент, а вы мне скажете, как по-вашему, что это такое? Ой, рука дрожит, волнуюсь. Вот как думаете, что это такое? Вот на какой-то игрушке мы такое увидели, как вы думаете, что бы это могло быть, а? А вот здесь вот у нас есть еще вот такой барыни, которая понравилась очень нашей Варваре, да? Да. Даша, Даша? Вот, да, Даша. Вот понравилась эта кукла, эта барыня. Вот она вся в клеточку у нее, сарафан весь в клетку. Можно сказать, что каждая клеточка, это вот тоже такой же элемент. Вот как думаете, что это такое? А? Ромбик или квадратик, да. А означает это что? Геометрическая фигура. Безусловно. Так вот эта геометрическая фигура означает, знаете что, вот мы с вами все живем в деревне. Например, давайте представим. Нам нужно что-то вырастить, чтобы потом прокормиться, семью свою прокормить, детки, чтобы у нас голодными не были, для того, чтобы что-то посадить. Что нам нужно? Что? Семена. А до семян еще? Куда посадить, правда? В земля. Вот такой ромбик или квадратик, вот такая вот клеточка. Это значит земля, это поле, это поле. Значит потом, семена нам нужны, правда? Если увидели, вот такой рисунок, вот такие точечки. Это что такое у нас будет? Семена. А вместе? Поле, засеянное семенами, точно. Для того, чтобы в нашей земле, в которой мы посадили семена, они начали прорастать. Что нужно? Вспахать. Вспахать? Да уже вспахали. Поливать. Поливать. А вот, как думаете, откуда можно взять воду для полива? Из речки. Вот если увидели такую волну, на какой-то игрушке, в каком-то орнаменте, может быть, вышивке, это точно будет что? Вода. Вода. А вода откуда может взяться? Из речки. Из речки. Из пруда, из озера. Ну, может быть, даже, ну, соленой водой, конечно, не поливают, но теоретически может означать и море. Хорошо. А если нет рядом водоема, откуда воду мы ждем? Откуда? От неба. А с неба что падает? Капли. А капли, это что такое с неба? Что это такое? Вот то, что тебе понравилось на этой игрушке. Ну, как капли с неба называются? Дети мои дорогие. Дожди, конечно. Вот он, дожди. Значит, у нас здесь сразу, мы понимаем, о чем думал мастер, который расписывал эту игрушку. Увидели вот такие штрихи, вот такой элемент орнамента, это наверняка будет дождик. Хорошо. Земля есть, семена посадили, или полили, или дождика дождались. Что нам обязательно нужно? Даже, может быть, больше, чем вода. Что? Солнышко. Солнышко. Ты мое солнышко. Конечно. Вот оно, солнышко. Посмотрите-ка. У свинки здесь со всех сторон. Держи, держи. Со всех сторон, солнышко. Солнышко. А солнышко может изображаться так. Ты вот здесь солнышко ищи. Так, Варвара, а тебе леса достается. И вот оказывается, оказывается, даже вот такой простой прямой крест или два креста прямой и косой соединенные. Это всегда означает солнце. Что у нас получается? Поле, засеянное зернами, полили водой из речки или дождика дождались, солнышко светит. Все хорошо? Что с семенами происходит? Они растут. Они растут. Как думаете, что это такое? Вот это что такое? Что такое? Птички. Птички? Ну мы же про семена говорим. Росточки. Совершенно верно. Любая травка и даже большущее дерево баобаб, все начинается вот с таких маленьких росточков, вот с таких двух листиков. И теперь, если мы посмотрим на игрушки, которые у вас в руках, на игрушки, которые на слайдах, вы, наверное, уже теперь понимаете, о чем тут речь идет. Правда? Вот что тут такое у петуха? Вот здесь. Что это такое? Солнышки. Конечно, солнышки. Так. А вот это что такое? Тоже солнышки. Замечательно. Даже можно назад листнуть. Так. А здесь у нас что? Солнышко. А вот это что? Поле. Поле. Совершенно верно. А вот эти, а вот это вот что такое? Зигзаг такой идет. Возможно, речка. А точечки маленькие? Семена. Семена, конечно. Вот теперь, оказывается, вы буквально через три минуты уже можете прочитать любую народную игрушку. Давайте еще один раз назад листнем. Вот. И здесь тоже, посмотрите. Вот она наша речка. Вот они наши семена, вот они наши солнышки. Ну что? Сможете теперь народную игрушку прочитать? Замечательно. А вот для уважаемых взрослых, да и для детей тоже, хочу сказать очень простую вещь. Оказывается, когда нам в руки попадает народная игрушка, вот здесь, смотрите, у этой барыни тоже сзади солнышко, а если у нее двое деток в руках, значит, это кто? Кто? Мама, конечно, Мариночка, конечно, это мама. Получается, когда в руки попадает народная игрушка, и если мы немножечко ее повнимательнее рассмотрим, да зададим сами себе какие-то вопросы, эта игрушка тут же в наших руках начнет на эти вопросы отвечать и сама о себе рассказывать. И что еще очень важно? Вот эти элементарные узоры вы можете увидеть во всех, в игрушках и в орнаментах всех славянских народов. Давайте не забывать, что у нас сегодня все-таки славный славянский день, и очень легко сейчас сказать, окей, Google, болгарские узоры, и вам покажет сразу Google или любая другая поисковая система, болгарские узоры. Тут же наберете польские, словацкие, русские, чешские, и все оказывается очень-очень похоже. Могут быть какие-то разные выразительные средства, но все очень похоже. Это то, что нас всех объединяет. И еще, что мне очень хотелось бы сказать. Вот у нас недавно была программа, целый проект на основе вот этой программы «Научите нас игрушки», и огромное количество студентов принимало участие, как Елена Геннадьевна уже сказала, будущих педагогов. И в конце каждого посещения мы просили их заполнить анкеты, в которых задавали вопросы. Нужно, не нужно, как по их мнению, важно, не важно, если важно, то для чего. И вот мне очень запала в душу и в сердце, и в память. Запала в память одна фраза, которая была написана будущим педагогам. Как бы сделать так, чтобы наши дети были не только, ну скажем так, потребителями, да, народной культуры, но и стали в будущем ее носителями. То есть мысль может быть выражена очень просто, коротко, но она очень-очень глубока. И вот для этого наш музей «Народные игрушки» за бабушкой работает. И мы вас туда приглашаем, ждем всегда. Спасибо за внимание. Спасибо. Вам спасибо за помощь. Молодцы. Молодцы. Спасибо, мои хорошие. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok